хорошо наталья и теперь в энергоинформационном поле земли найди пожалуйста семью обычную семью которая принесла вот сейчас елку к себе домой пусть это будет семья на тебя притянет которая хочет с вами провести этот эксперимент новогодний и вот они приносят эту елку свежую елку срубленную домой ты находишься рядом с ними 123 зарине четко и ясно пиши пожалуйста что видишь что чувствуешь я вижу семью женщина мужчина и девочка лет пяти принесли елку домой я говорю чё так много народу а мне идет информация что если бы чтобы мне было хорошо и понятно то значит срублено это дерево по-разному энергетика его по-разному влияет на каждого из членов семьи очень интересно так как она влияет посмотрим ребенок сразу и очень ярко чувствовать энергетику срубленного дерева для него это на самом деле печаль и и единственное что может его смирить с этим фактом что дерево срубила ну и что дерево срубили это то что дерево украшает и в него кладут игрушки причем это ребенок он не может себе дать полностью отчет в то что его именно расстроило нравится все и запах от дерева и пальчиками иголочки трогает но вот что-то его настораживает а это именно такое неосознанное невысказанное чувство это вот на подсознание это поле его так считывает резонирует с полем дерева как воспринимает мамочка ну давай так следующий мама да мамочка мамочки чувство выполненного долга для нее она должна устроить праздник себе хорошо оказывается не сильно хороший резонанс слушай я всегда думала иначе не очень хороший резонанс знаешь почему потому что ель это женская энергетика и женщина и энергетика соприкасаясь они смешиваются и женщина понимает на подсознании все страдания которые перенесла другая женщина в нашем случае ель понятно женские энергии синхронизируются как бы да хорошо давай мужчина следующий у нас мужчина а у мужчины тоже это отзывается болью и тоже не на физическом а где-то на подсознательном уровне он не может себе дать отчета почему боль и почему какой-то вот даже упадок сил у него как как бы растраты энергии ель у него забирает эту энергию спрашиваю почему потому что на подсознательном уровне мужчина это боец это защитник защитник слабых ему пришлось тащить эту ель для него на подсознании это ель ассоциируется как с ребенком потому что она уже срублена беззащитно и женщина и он себя чувствует не чувствует победителем он себя чувствует каким-то захватчиком вот так он не рисует тонкий план взаимоотношений мужчины ели хорошо давай примем эту ситуацию типичную для семей в россии за эталон и пусть сейчас оценим энергию которая выработалась от этой ситуации от вообще от нового года да от елки от радости от подарков семейных встреч и от срубленного дерева живого срубленного дерева пусть это будет сто процентов вот 100 процентов светлой энергии и вот сто процентов темной энергии да то есть это как бы эталон да мы будем от него сравнивать варианты различные хорошо давай переигрываем ситуацию та же самая семья и в на тонком плане это возможно сделать давай приносит они искусственное дерево да вот приходит приносит искусственное дерево 1 2 3 как меняется ситуация проигрывается еще раз ой слушай та же комната только светлые обои в ней стоят и это искусственная ель она для них для всех у нее у искусственной ели вокруг такая формируется аура поле и все в этом поле резонирует одинаково с елью они принимают как игрушку но в то же время их воображение особенно у женщины и у ребенка рисуют знаешь такое сказочное дерево непонятное для них не объяснимая она ничем не пахнет она стоит не шевелится но хочется туда как-то вовнутрь заглянуть чтобы узнать что там и причем вот в живую ель им не хотелось под ветки заглянуть их интересовала только мишура и подарки под елью а тут вот хочется глянуть и распознать что там и это обусловлено тем что энергетика вот этой купленной игрушки она как раз и располагает к этому вот таинство поиграйте со мной я не против я вас легко пущу я не погибну я останусь такой же как вы меня приняли и я согласна на эту игру хорошо и давай знаю что сто процентов это был наш эталон с рубленой елью сейчас посмотри как изменились цифры по светлой энергии увеличились или уменьшились и по темной энергии увеличились или уменьшились для всей ситуации для всего в нового года то есть больше ли выработалась светлой энергии или меньше лучше хорошо какая цифра тебе приходит сколько идет информация какая значит живой елью это 100 было эталон здесь если больше там сколько это а здесь больше 132 а на 30 процентов примерно больше энергии с неживым деревом в семье вырабатывается на а темная при этом как я если сто процентов это эталон ну темная всегда какая-то вырабатывается да то есть сколько выработано тут знаешь как тут как какой-то вот идет живую ель перестают замечать через некоторое время просто не реагирует энергетика человека на живую ель вот она стоит себе и стоит вот привыкли к ней где-то она там вот стоит на мишуру смотрит на игрушки смотрит а ель как ель сознание не воспринимает а искусственная ель она все время привлекает свое внимание на ней все время останавливается взгляд она не не сливается с интерьером она как бы на как объяснить живет своей жизнью что ли или как как вот такой элемент в интерьере мало привычный не сливается она с интерьером она как гость вот 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 это вот слово гостям пришла и и скоро уйдет не выбросит ее не не выкинут а уйдет хорошо посмотри пожалуйста изменился ли ли процент темной энергии да с учетом восприятия там потому что взрослые могут переживать там может быть у них они считают что она живая они не живую принесли да то есть или пластик да для планеты тоже имеется значение да переработал разлагается практически вечно да то есть именно темная как изменилась как неживой ели темная может быть вот кумулятивная энергия не только от ели да от испускаемое переживание там семьи до каких-то или просто энергетика планеты да все в целом вот кумулятивно просто вот от этой ситуации сколько выработалась темной энергии да то есть 132 процентов светлого относительно нашего эталона и темное как-то меняется тебе приходит ясное понимание 40 вот 40 процентов ее принесли 40 процентов ее поставили и она стоит и 40 процентов ее разобрали в коробку сложили тут вообще стабильно без изменений возможно и кого-то она и будет раздражать свои виды надоело каждый год одно и то же что пластик наряжаем и ставим ее в одно и то же место но это как сказать не менее раздражающий фактор для энергетики и биополи человека нежели живая елка отлично то есть состав процентов несмотря на все эти пластиковые истории да и раздражение там возможно чё-то да от того что она не живая это все равно 40 процентов получается я вот знаешь как я я просто не знаю как это все посмотреть и я прослеживаю этот процесс когда эту елку поставили вот поставили она мне нарисовала 40 процентов украсили ее она простояла два дня 40 процентов она простояла неделю 40 процентов это количество выработанный кумулятивный процент энергии темной да да а с нее снимают игрушки тот же самый процент ну все разбирают укладывают и на коробке тоже 40 процентов все отлично да это значит все вот этот процент он тебе неизменный да ну потому что да правильно он и не должен меняться хорошо то есть можно ли сделать отсюда вывод да вот умножая эту энергию да на планету да то есть на количество семей людей которые это делают что лучше в итоге ну пластиковую ель да несмотря на ну из этих двух вариантов лучше пластиковая ель да вот из двух которые мы рассмотрели пока что да да хорошо и на сознательном и на подсознательном это да полегче хорошо и давай еще рассмотрим третий вариант тоже переигрываются события значит люди решили знаю что все елки делают к новому году вот они решили не пластиковую да не загрузить окружающую среду и не живую не брать а просто вот собраться семьей подарки друг другу подарить и переигрывается ситуация ты вновь оказываешься в момент празднования нового года и наблюдаешь как их внутренние энергии да работают то есть выделяется ли больше либо меньше темной энергии то есть мы в реальном событии да то есть это действительно не какая-то абстракция а именно они знают что соседи все с новыми елками какими-то у них нет елки но есть подарки да ребенку все равно ребенок сидит перекладывает игрушки с места на место ест конфеты и обсасывает пальцы а мама с папой переживает потому что это явление для них уже стало привычным и их переживание их настроение считывается ребенком у ребенка тревога не поймет почему все-таки этот атрибут он должен быть сколько в итоге выработалась светлой относительно нашего эталона и сколько темный то есть меньше светлой или больше выработалась не вижу никаких цифр тут тут не идет разделение на светлую и темную энергия тут только эмоциональная какая-то стабильность у кого-то сожалению а у кого-то облегчение меньше уборки я не пойму вот как вот тут считать хорошо давай знаешь как сделаем процент ну давай будем учитывать как бы энергию да вот у тебя отпечаток энергетический от нашего лучшего варианта давай теперь отталкиваться от пластиковой елки да вот у нас была энергия выработана от пластиковой елки да и вот эта энергия выработанная от вот этой ситуации когда нету елки вообще как она отличается да что тебе приходит да как понимание хуже лучше праздник неполный и все пытаюсь рассмотреть где бы мне из чего бы мне выдернуть процент хорошо смотри у тебя справа появляется датчик такой как скорость данного машины автомобиля появился датчик хорошо сейчас цифра пусть стрелка на 100 установится это наша светлый мы пластиковая елка сто процентов да хорошо есть стрелка на ста да хорошо это спидометр как бы он показывает скорость может быть меньше ста и и и больше ста хорошо и теперь вот этот спидометра меньше ста ага все восемьдесят хорошо отлично хорошо так а давай теперь проверим да вот у нас новый год празднуется сейчас первого января да что если та же самая ситуация та же самая семья вот ты сейчас тоже еще одну временную линию вероятностную просматриваешь ты переносишься и они решают не на новый год это делать а на день зимнего солнца состояния да то есть как раньше делали когда да нет двадцать там но за строя до встречи да когда заканчивается новое солнце да так скажем вот давай они переносятся причем тоже все в реальном режиме когда все празднуют первого января они празднуют 22 на 23 1 2 3 разворачивается картины тоже у тебя спидометр справа стоит как происходит событие описывай пожалуйста ничего не меняется и энергетика также идет и от свеженной от свежесрубленной ели как и 1 января и от пластиковой у пластиковой более стабильно у свежесрубленной также скачет вверх-вниз такое же взаимодействие людей и дерево время и дата не играют вообще никакой роли ну разве что их переживание что они как странно не как все люди 1 января это делают то есть само то что это новое солнце да то есть вот именно мне вот этот момент осознание воспринимать все так же как и первое так же как и первое да то есть они просто считают что вот этот день у них новый год настоящий и все так же и происходит в принципе это неважно хорошо то есть это просто мы разве ну как бы хотим убедиться действительно просто новые года они исторические у всех народов разное время кто-то к сельскохозяйственному циклу привязывал их постоянно кто-то к солнцу кто-то вот к юлианскому календарю то есть в принципе это неважно когда вы празднуете новый год да именно важно ну само ваше отношение в это к этому празднику да как происходит ваше взаимодействие внутри группы 3 семьи и пластиковая елка лучше развернул вот такие картины хорошо так хорошо давай тогда у тебя ты переходишь в момент когда до нового года этот ребенок он пишет письмо деда мороза ты смотришь со стороны 1 2 3 ребенок пишет письмо деда морозу так наблюдаешь страны пиши пожалуйста что видишь ребенок так старается такие энергии вкладывает свои желания не очень чистые эти желания и они уже прям вот готовы к реализации ты знаешь если не выполнить желание ребенка родители то эти желания исполнится как бы самостоятельно он сможет либо найти какую-то игрушку которую он желает либо ему дадут поиграться в эту игрушку которую он желает то что это искренняя вера в то что чудо непременно совершится дает такое уплотнение энергетики вокруг малыша хорошо что эти события возможно реализуются отлично отлично хорошо так хорошо и давай посмотрим взаимодействие наших всех эгрегоров и ребенка энергии да то есть у нас есть собирательный да грегор деда мороза да которые люди сами создали и посмотри пожалуйста есть энергия намерения ребенка да чисто энергия и как они вот взаимодействует да и родители тоже сюда поставь рядышком пусть вся эта система энергосистема энергообмин перед тобой ясно четко прорисовывается как происходит обмен энергиями смотри подключение к эгрегору деда мороза и ожидание чуда от какого-то постороннего лица не есть хорошо нужно относиться к этому как игре ни в коем случае не подключается к эгрегору это тоже идет какое-то самостоятельное и добровольное намерение то должно быть только чистое намерение надежда на самого себя родить взрослым взрослым людям тоже нужно обратиться ну как бы в состоянии детства я ни разу не видел этого деда мороза но все о нем говорят значит существует где-то такая сила но она далеко от меня следовательно я должен сформировать в себе такие энергии чтобы все мои мечты реализовались это мысли взрослого человека мысли ребенка есть дед мороз я узнал и вокруг меня сформируются именно те события которые я желаю именно те физические предметы появятся передо мной я знаю что так и будет у ребенка лучше идет течение энергии он как сказать надеется больше на самого себя возможно кто-то и придет возможно кто-то и даст но я знаю что будет так и вот это вот вера я знаю что будет так и практически дает возможность исполнение детских задумок и детских мечт включение нет никакого ребенка нет как раз подключение хорошо он так а посмотри если он будет знать что не существует деда мороза допустим да то сможет ли он так сильно сконцентрировать свою энергию намерения как это помогает ему эгрегор сделать самостоятельно нет возможно только с помощью с помощью взрослых то есть условно говоря в классической ситуации да если просто он знает что нет деда мороза и без помощи взрослых то он не сможет так сконцентрировать свою энергию чтобы действительно она начала материализоваться до все его намерения то есть эгрегор в этом плане ему помогает поверить и сконцентрировать энергию да и вложить в нее ну да нет постоянного подключения почему потому что вот при легкости мышления вот оно прошел праздник да ребенок забыл об этом он все он уже не дает свою энергию на подпитку этого эгрегора а вот да хорошо то есть он в отличие там скажем от других эгрегоров здесь постоянные нету взаимодействия но в принципе этот эгрегор он больше как какой энергообмен между вообще ну ребенком будем рассматривать и эгрегором то есть больше дает или больше забирает или как у них это устроено там ожидание чуда предвкушение чего-то волшебного подпитка идет на эфирное тело малыша но реализация намерений и желаний происходит не сразу поэтому идет легкое разочарование это уже потоки от малыша к эгрегору 50 на 50 он легко переключается легко забывает тут же другие игрушки мультики санки лыжи и все он отключился но обмен такой идет не не с большой потерей энергии если идет отдача то тут же идет исполнение хорошо 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 и давай посмотрим да если всех я думаю интересует следующий год до который наступает чем он будет характеризоваться да какая информация идет следующий 2020 год какие там энергии наш что он принесет какие-то отличия от текущего года если они явно идут я спросила где мне это лучше получить ответ на этот вопрос и снова вылетела в космос и смотрю на землю и я вижу земли тоже такой знаешь пиополе как у человека где-то пожара землетрясение нет наводнение есть авто катастроф очень много авиакатастрофы 4 хорошо давай войны не сильно бушует нету таких вот вспышек прямо больших огней и идет текстом информация что очищение земли что это значит не знаю хорошо очищение земли это следующий год до будет характеризоваться очищением хорошо наверно вот это вот да наверно эти наводнение землетрясение нет вот прям четко идет слова нет наверно вот эти наводнение и пожары кое-где там вот так не горят да это и нужно воспринимать как очищение земли хорошо посмотри пожалуйста конкретно на россии да какие-то изменения существенные ну вот ближайший год что-то идет какая-то информация или примерно плюс-минус все то же самое я вот это вот евразии все где россия да отделила от этих вот тут всех западных стран и покрасила ее в зеленый цвет и говорим пусть подсветится красным где будет напряжение и у меня красным подсветилась камчатка хорошо то есть следующий год по крайней мере до каких-то существенных катаклизмов кризисов политических изменений да что затрагивает многих ноги до такого но не идет сказал про политические изменения и снова засима форил у меня камчатка дальний восток новосибирск хорошо то есть там что-то может быть хорошо хорошо и финансовые всякие там кризисы и так далее тоже не следующий год не идет чистое ровное зеленое полотно хорошо хорошо на этом все я думаю а 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 Субтитры создавал DimaTorzok